здравствуйте дорогие друзья как говорят утро вечера мудренее поэтому днем лучше поговорить о темах которая нас волнует раз вы зашли на мой канал это тема посвящена избавлению от храпа если вы в этой теме и просматривали имеющиеся видео youtube материалы в интернете наверняка заметили что более 90 процентов того что пишут это просто перепечатки того что уже всем давно известно и к сожалению судя потому что люди продолжают храпеть даже в 21 веке все эти советы мало на что действует так и я где-то в тринадцатом году я активно начал искать способ как побороть храп потому что до 40 лет меня это практически не беспокоило это были такие эпизодические явления которые проходили сами по себе и не доставляли особого дискомфорта а вот уже после 40 лет это начало составлять определенную проблему когда возникли скажем так возникли вопросы о том где я буду спать эту ночь потому что я просто не давал выспаться жене детям и это начало меня определенно напрягать я начал искать способ как от этого избавиться вот и я нашел его могу сразу наперед как бы скажу что способ избавиться от храпа есть я не храплю жили года два и поэтому вот решил поделиться своим опытом с вами потому что я тоже перепробовал практически все что советует в интернет могу вам точно сказать что 90 процентов она просто не работает они работают по одной простой причине люди просто перепечатывают информацию но я сомневаюсь что они пробовали это на себе вот я действительно перепробовал вообще заниматься именно поиском метода как избавиться от храпа меня подтолкнула моя теща когда сказала что мой тесть вообще не храпел дожил достаточно солидного возраста вот эта проблема его не волновала но у него был один секрет причем я раньше не знал об этом как оказалось он с утра закрывался в туалете и по минут 15-20 повторял один звук и я казала как сказала моя теща что одному так я было прошло и тубе пройда вот эти слова стали для меня как бы путеводными я подумал почему нет в результате я тоже делал это упражнение которым кстати везде много пишут но особого эффекта от него не не произошло объясню почему во первых это нужно повторять действительно не две минуты не одну а в течение хотя бы 10-15 минут во вторых вы тянете один только звук и это довольно скучное занятие поверьте это реально скучно делать эти тренировки каждый день да еще по несколько раз это составляет определенную проблему мало того после него вы почувствуете во рту явление известная как крепатура то есть вы знаете когда болят мышцы руках ногах после занятия это то же самое возникает во рту потом она проходит конечно но все равно ощущение в слизистой какие-то не очень и в результате у меня храп даже усиливался после этого занятия вот поэтому я стал искать способ что делать и как усовершенствовать это занятие потому что сам принцип мне показался правильным потому что действительно с возрастом происходит скажем так потеря тонуса мышц которые держат горло и вот эта вибрация которые происходят при дыхании ночью когда мышцы расплавлены и известно как храп попытки следовать советам лечь на бок поменять подушку просто не храпи вот как говорят вот не храпи все ты же раньше не храпел вот она не получается и все эти советы мало мало что помогают потому что только сейчас вот я вижу правильное видео появились вот в интернет там один парень пишет именно он тоже пришел к тому же выводу что и я что существует два вида храпа горловой и носовой вот собственно для горлового типа храпа и направлены все основные советы не верите проверьте то есть вы просто откройте рот и похрапите вот это горловой храп тут действительно закройте рот и все пройдет это правда попробуйте теперь закрыть рот и сделайте звук похожий на хрюканье это тоже храп это тот же самый звук только вот он происходит при закрытом рту и в любом положении тела хоть стоя никаких проблем и вот этого типа храпа избавиться хуже всего потому что звук и он на него не работает мышцы спрятаны глубоко в носу в носоглотке вместе там где переходит мягкое небо в нос и нужны специфические упражнения которые помогут избавиться от этого вида храпа вот когда я это понял стало все на свои места пазл сложился значит смотрите по результатам которые я нашел в интернете меньше всего страдали от храпа именно певцы то есть те кто связаны с тем что напрягают свой горловой аппарат а по собой и нашел одну оригинальную методику в британии женщина занимается в группе ведет занятия где помогает избавиться от храпа значит суть занятий в том что они на распел поют разные звуки сопровождается это все такими правда жуткими гримасами со стороны выглядит не очень скажу так честно плюс ко всему необходимость куда-то ехать чтобы проводить эти занятия меня не устраивало тем более скачать можно эти песни занятия в интернет на цена их 50 фунтов немало немало поэтому я подумал что идея правильно она решил ее доработать то есть моя цель была в чем чтобы упражнения были простые чтобы их не надо можно было воспроизводить в любом месте дома на работе в офисе в очереди вечером утром днем абсолютно в любое время в любом месте так чтобы это было удобно первую очередь вам я придумал их и они сводятся к следующему звук и как я уже говорил он вызывает напряжение только одной группы мышц поэтому я разнообразил это занятие дополнил его другими звуками и сделал их сочетание которое здесь составили слова слова песни чтобы понимали то есть это занятие происходит как пропевание определенных слов в песне даже если у вас нет музыкального слуха вы можете это легко воспроизводить виде читать чтение рэпа того же самого молитвы я не знаю хаммы чего угодно это все зависит только от вашей фантазии это значительно разнообразит занятия и в результате его можно делать дольше и она напрягает большую группы мышц и соответственно более эффективно чем только один звук и ко всему это упражнение лучше всего задействует опять же говорю мышцы которые ответственны за возникновение горлового храпа в случае если у вас также как у меня допустим преобладал носовой храп для этого придуманы еще дополнительные специфические упражнения которые помогут вам избавиться именно горлового храпа замечу что так же как и первое упражнение с песней и упражнение для горлового для носового храпа можно делать абсолютно беззвучно чтобы вы понимали вот все эти тренинги которые проводятся в интернете вы делаете жуткие гримасы для чего-то надуваете щеки двигаете челюстями высовываете язык выпучиваете глаза поверьте это все мало влияет на мышцы которые ответственны за храп попробуйте это и это скажите мне свои впечатления в результате вот этих всех телодвижений вы не можете делать такие упражнения на людях допустим опять же повторюсь на работе в гостинице на отдыхе не знаю в транспорте в очереди вот даже дома не не всегда это можно делать поэтому мой курс вы можете делать абсолютно беззвучно и даже с закрытым ртом то есть никто рядом вы будете просто сидеть или стоять и никто даже не заметит что вы заняты тренировкой причем что интересно метод работает что со звуком что без это очень удобно и очень мне нравится так же как и другие источники я соглашусь что в деле победы над храпой необходимо соблюдать несколько условий это их как бы 8 вот я выделяю из них есть отдельно стоящий это вопрос именно прокачки мышц горла и 7 остальных из них два пункта как бы самое главное это вопрос простуды то есть в первую очередь вам надо будет исключить простуды любые воспалительные процессы в горле приводят к отеку слизистой и соответствующей соответственно приводит крапу это первое то есть все советы что касается промывания горла носа исключение различных удаления слизи это все правильно это все работает пользуйтесь этими методами второе одно из самых главных условий это еда это то что вы едите вообще я так даже формулирую что контролируйте то что вы будете делать в течение дня чтобы быть уверенно что вы не будете храпеть ночью что я имею ввиду когда я говорю про еду это конечно же не есть ну не скажу что после шести это конечно тяжело бывает выполнить ну хотя бы на ночь избегайте переедания то есть если вы сидите там что-то в небольшом количестве это не доставит особых хлопот а вот переедание это уже плохо исключите копчености соленья маринованные особенно продукты от них пользы немного а вот вред достаточный потому что это все приводит к выделению большого количества слизи которая забивает вам потом дыхательные пути и приводит к храпу теперь смотрите остальные пункты как бы по убывающей по степени их воздействия это положение тела во сне то есть практика показывает что особого значения это не имеет спят в любом положении и лежа и на боку лежа и сидя можно спать лежа и храпеть и на животе храпят и на спине то есть ну нет разницы и в местах где вы спите тоже не имеет значения об этом опять же я повторюсь скажу что в поезде храпят очень даже хорошо хотя и полки твердые и шум постоянный то есть это не мешает храпу следующий пункт это алкоголь то есть однажды тоже я прибег к его действию в надежде что он поможет избавиться от простуды от воспаления в горле в результате имеем только худшие последствия храп усиливается из-за расслабления мышц то есть алкоголь в этом деле не помощник однозначно то же самое касается курения если вы знаете каких-то курильщиков кто курит и не храпит и это ему помогает тогда супер отлично влияние микроклимата в спальне то есть чрезмерно сухой или слишком влажный воздух тоже будет приводить к неприятным последствиям еще что сюда можно добавить это обязательно седативные средства они способствуют уменьшению храпа вот я заметил что при стрессах интенсивность храпа усиливалась то есть тоже исключите этот момент и еще один момент который работает это физическая активность то есть нужно больше бывать на свежем воздухе заниматься физическими нагрузками это тоже способствует уменьшению интенсивности храпа вот ну и конечно же не забывайте о первых двух пунктах о которых я говорил и гимнастика для горла то есть это три самых важных фактора еще раз повторюсь это это питание то есть не в такой последовательности сначала это простуды исключение простуд любых воспалительных процессов в горле и слизистой носоглотке это питание чтобы исключить образование слизи и отека слизистой и это поддержание в тонусе мышц носоглотки горла языка которые помогают исключить это явление такое как храп полностью описание вы найдете в моей книге храп или одному такое было прошло и вам пройдет книга написана на украинском русском английском языках доступна в интернет на моем сайте нехрапи.in.ua или nonsnoring.space книга также доступна в печатной версии как подарочный вариант потому что я думаю это очень неплохой подарок жене мужу мужу жене в результате ваша семейная жизнь наладится и вы не будете испытывать того дискомфорта который приносит вам это явление на счастье храп у мужчин и женщин его происхождение абсолютно одинаково и лечится он точно так же напоследок могу сказать что так в шутливой форме что храпит только тот кто спит и храпит тот у кого есть рот соответственно лучшее средство от храпа это просто либо не спать либо что-то сделать сортом вот именно это я предлагаю вам сделать вместе прочитав мою книгу где вы найдете полное описание моей методики удачи вам в борьбе с храпом всего хорошего спасибо 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 спасибо